Я много говорил о self-hosted решениях, пора уже от слов переходить к делу и устанавливать докер. Оставим всякую теорию, что такое докер, зачем он нужен, как он работает, а просто возьмем и установим на собственный сервер Task Manager FocalBoard через докер. Про FocalBoard сделаю отдельный скринкаст, вероятно следующий. Там же расскажу подробнее про установку, но в целом делается это так. Вот сейчас мы скачали FocalBoard на собственный сервер. Нам нужно знать его ID, для этого воспользуемся командой images. Вот ID и запускаем FocalBoard на сервере. Про синтаксис рассказывать сейчас не буду, думаю, что сделаю краткий курс по докер, а сейчас хочу вас просто заразить этим чудом техники. Все, запустили. Проверяем. Вот. Домен не привязал, но по IP-адресу все прекрасно работает. Итак, сейчас на ваших глазах в режиме реального времени я установил стороннее приложение на собственный сервер. То есть теперь это мой FocalBoard с моим доменом. Я думаю, те, кто никогда с этим не сталкивались, представляли себе этот процесс несколько иначе. Таким образом можно установить все, что есть на докер хаб, а есть там все, что нужно для счастья. Рокетчат, джитси, матермост и просто гора всего такого же прекрасного. Словом долой проприетарное ПО. И путь к этому лежит через докер. И я специально сделаю все предельно быстро, чтобы вы посмотрели на хрон скринкаста и осознали тот факт, что за три минуты вы можете установить программное обеспечение для развертывания приложений и собственно развернуть его. Второй мы уже сделали. Единственное, вам придется пользоваться командной строкой. Скринкаст по пути, а именно в нем я сейчас работаю, в описании. Но в принципе все, что вам нужно, это зайти на сервер. Виртуальный персональный сервер, который нужно предварительно арендовать. Тоже рассказывал в связи, например, с Амнезией VPN. Ссылка в описании. И там вам нужно посмотреть, на чем собственно у вас сервер. В моем случае на Ubuntu. Дальше, что называется, следите за руками. Заходим на докер и находим инструкцию по установке на Ubuntu. Можно, например, воспользоваться поиском. Но здесь все немного не то что усложнено, но немного пугающе. Поэтому просто в Google пишите «установка докер на Ubuntu» и следуйте инструкции с первого же сайта, которому доверяйте. Я вот нашел на регру, вполне можно доверять. И дальше просто по очереди копируете команды и вставляете в терминал. Интер. Копируете и вставляете. Ну, один или может пару раз он спросит «да» или «нет», отвечаете «да». Собственно, тут сложно ожидать какой-то скрытой угрозы, учитывая сотни миллионов установок докер. Ну и не буду томить, процесс занимает действительно минуты три, но я его пропущу. Проделав все, что написано на любом сайте, где описан процесс установки, вы получаете комплект инструментов, готовый для инсталляции любого приложения. Один образ в докер есть по умолчанию, чтобы проверять его работоспособность. Hello World. И сейчас мы его запустим. Run Hello World. Да. Hello from Docker. Все установлено правильно. Три минуты. Когда-то давно, когда я слышал, что sysadmin накатил какое-то приложение на сервер, я прямо представлял себе Эйнштейна, который трет лоб, мучается, потом приходит озарение. Вот это вот все. А оказалось, что это просто одна заранее известная команда в командной строке. Хотя, конечно, все не совсем так просто, поэтому если хотите курс по докер, а там все-таки есть о чем рассказать, голосуйте лайками и комментариями. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и теплица социальных технологий.